Крыши как будто не было. Жители дома номер 73 на московском шоссе долгие годы страдали из-за постоянных протечек кровельного покрытия. Пытались латать своими силами, нанимали рабочих, но видимого результата не было. Заплаток хватало до первого дождя. Состояние было ужасное. Текло практически по всем подъездам. Если дождь пройдет, то у нас с пятого этажа и до первого проливало. Было такое. Ну, много своими силами делали. Наконец, проблема начала решаться. Этим летом начался капитальный ремонт кровельного покрытия. На объекте полностью обновят кровлю, карнизы, также отремонтируют дым, вент-каналы. На проводимые работы было выделено более 4,5 миллионов рублей. На данном доме капитальный ремонт производится, правда, методом спекания. Перед спеканием мы должны кровлю подготовить, убрать весь мусор. То есть это уже было сделано, большой, крупный. Дальше вырубаются у нас карнизы, заменяется стяжка, укладывается верхний слой усиления. Дальше это все дело у нас пропекается и укладывается два новых слоя. Нижний и верхний броня. Дальше у нас идет ремонт дым-вент-каналов. На другом объекте Рябикова 90 ремонт уже подходит к концу. Как и в прошлом случае, обновление проводилось методом спекания. Также восстановили дым-вент-каналы и парапеты. Работы начали около месяца назад. Процент выполнения на сегодняшний день порядка 95%. Я так думаю, что в ближайшую неделю мы должны завершить работу. В этом году на капремонт многоквартирных домов в бюджете города предусмотрено более 100 миллионов рублей. На данный момент работы ведутся на 24 объектах. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.